Дай почитать. Но, как выяснилось, были и проблески. Вот именно об этих проблесках, а если говорить правдиво и прямо, об интеллекте, смекалке, таланте, творческом взлете и мировых открытиях советского человека, рассказывается в книге Тима Скоренко «Изобретено в СССР. История изобретательской мысли» с 1917 по 1991 год. Автор продолжает реализовывать цели, поставленные в предыдущей книге «Изобретено в России». Он рассказывает о замечательных изобретениях, сделанных в разное время нашими соотечественниками, максимально объективно и пытается развеять многочисленные мифы и фальсификации, связанные с историей изобретательства. При написании этого издания Тим Скоренко использовал около трех с половиной тысяч источников. Книгу он писал около десяти месяцев, но суммарная работа с учетом сбора материалов и редактирования заняла около полутора лет. Эта книга предназначена для массового читателя. Она адресована тем, кто мало знаком с проблемой, находится на начальной стадии ознакомления. Сам автор не историк и не ученый. Он журналист, который, пользуясь открытыми источниками, научно популярно излагает историю открытия водородной бомбы, межконтинентальной баллистической ракеты, выхода в открытый космос, историю первой многомодульной станции «Мир», первого в мире космодрома, кирзовых сапог, лунохода, детской железной дороги и многого другого. В чем мы оказались первооткрывателями? В книге несколько частей об оружии, космической эре, промышленности, транспорте, науке. И, что любопытно, часть третья посвящена жизни простого человека. Автор книги «Без шуток» пишет о том, что Гагарин погиб в 1968 году, а первую туалетную бумагу в СССР начали производить с 3 ноября 1969 года. Кстати, отставание от Запада на 112 лет. Даже страшно представить, как наши предки обходились без туалетной бумаги, выигрывали войны, успешно провели индустриализацию, выпустили первого человека в космос, продолжали создавать великие произведения искусства. Прямо теряешься. А может, дело не только в сверхзадачах первоочередных, которые нужно было решить, но и в высоком духовном устремлении человека. 12+. Это и другие научно-популярные книги предоставлены информационным центром по атомной энергии города Кирова. Центр занимается популяризацией науки, инновацией, развитием экологического мышления и культуры. Все мероприятия центра бесплатны. Узнать о них можно в группе ВКонтакте Ицаи Кирова. Продолжение следует...